В этом доме на Северной 9 никто не живет больше 30 лет. Хозяева умерли, наследников нет. В реестр ветхого жилья его включили еще в 2019. Аукцион проведут в ближайшее время. Стартовая цена – 7800 рублей. Новый владелец должен привести в порядок земельный участок самостоятельно, снести дом, либо заняться его реконструкцией. Особое внимание этому вопросу уделили в трилогии года малой родины. В марте 2021 после принятия 116 указа в администрациях районов созданы комиссии по обследованию состояния жилых домов. После выявления строений, которые находятся в аварийном состоянии, они изымаются в судебном порядке. В дальнейшем судьбу домов решает исполком. Сейчас в Бобруске продают свыше 20 таких участков. Цены от 1500 рублей до 23. Последние торги с аукциона показали – спрос есть. За последнее время действия указа мы изъяли более 40 таких жилых домов. В 2021 году мы продали 9 земельных участков. Я считаю, что скоро стоимость таких домов будет сравнена с домами на вторичном рынке. Привести жилье в порядок после покупки нужно в течение года. Если человек не укладывается в срок, то при наличии уважительных причин и подтверждающих документов его могут продлить. В противном случае работы проведут за счёт бюджета, а нового землепользователя обяжут возместить затраты. Вплоть до решения вопроса через суд. Порядок такой. Мы делаем объявление в газету, размещаем на сайте объявление о продаже ветхого дома, предварительно сделаю его оценку. И все желающие, которые хотят купить данный жилой дом, обращаются к нам в горосполком, конкретно в отдел землеустройства, в горосполком, с заявлением на покупку данного дома. 1 января 2023-го все пустующие дома Беларуси внесут в единый реестр. Доступ к базе будет открытым и бесплатным. Каждый желающий сможет не только найти и посмотреть характеристики того или иного жилища, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, состояние и узнать о возрасте постройки.